Астана, Москва, Париж. Главные итоги первого зарубежного турне Касымжа Марта Тукаева после инаугурации. Сделки на миллиарды, дальше больше. Что стоит за цифрами контрактов, подписанных на неделе в Париже, расскажем. Зима, тревог и НАТО. Главы внешнеполитических ведомств Североатлантического альянса на встрече в Бухаресте пообещали Украине нарастить поддержку вооружением, финансами и даже электрогенераторами. Третий месяц протестов, сотни погибших, тысячи арестованных. Чем грозит властям Ирана наметившийся раскол в правящей элите? Немедленно, но верно в космической гонке на премиальную орбиту выходит Китай. И обо всем по порядку. Как известно, мы живем в эпоху масштабных геополитических перемен. Великую шахматную доску сильно трясет, ее клетки наползают одна на другую, фигуры сталкиваются и теряют равновесие. Когда-то в будущем исследователи и ученые наверняка дадут нынешнему историческому периоду какое-нибудь малоприятное название. Увы, для нашей с вами реальности вполне привычными явлениями стали разрывы логистических цепочек и торговые войны, пандемии и локдауны, межгосударственные конфликты и противостояния, массовые протесты и политическая дестабилизация. В таких условиях особенно непросто жить тем четырем десяткам стран мира, которые не имеют собственного выхода к морю. Они вынуждены полагаться в первую очередь на дружбу с соседями, а также на сотрудничество с другими международными акторами, чтобы просто доставить свою продукцию на мировые рынки и получить оттуда необходимые для своих граждан товары и услуги. И чем сложнее международная обстановка, чем проблемнее логистика и дороже транзит, тем острее для таких государств встает вопрос о поддержании нормального функционирования их экономик и уровня жизни их граждан. Ключевыми вопросами в подобной ситуации становятся трансграничное взаимодействие, транспорт и логистика, каналы бесперебойного энергетического обмена. А сверхважным инструментом для обеспечения выживаемости государства эффективная внешняя политика и дипломатия. Крупнейшим из 44 государств мира, не имеющих выхода к морю, является Казахстан. И в этой связи совершенно неудивительно, что сразу после победы на выборах и церемонии инаугурации президент Казахстана Касым Жумар Тукаев активно занялся вопросами внешней политики, видя в ней фундамент для успешной реализации политики внутренней. И также не удивляет, что в первую очередь глава государства сосредоточился на вопросах трансграничного сотрудничества, логистики, транспорта, торговли и энергетики, в том числе и зеленой. Направившись с официальным визитом в Москву, президент Тукаев принял участие в двустороннем форуме межрегионального сотрудничества вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И надо отдать должное этому формату мероприятия, поскольку на нем собираются акимы и губернаторы регионов, бизнесмены и эксперты, общественные деятели обеих стран. То есть там не просто произносятся красивые слова о дружбе и сотрудничестве, а обсуждаются вполне конкретные вопросы и проблемы, которые мешают этому сотрудничеству расширяться, что называется, на земле. Тем более, что заглавной темой нынешнего форума стало снятие инфраструктурных ограничений для трансграничной торговли. А это весьма важный вопрос для казахстанских предпринимателей, поставляющих свою продукцию в Россию или далее транзитом через ее территорию. Соответственно, на форуме президент Тукаев обозначил такие первостепенные задачи, как улучшение приграничной инфраструктуры и расширение пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией, в том числе для обеспечения эффективности проходящих через Казахстан транснациональных коридоров, включая китайскую инициативу «Пояс и путь», а также маршрут «Север-юг». Интересно, что на встрече двух президентов прозвучало и предложение о создании некоего тройственного союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном, целью которого будет координация поставок российского газа в Центральную Азию. Судя по первым отзывам казахстанской стороны, эта идея еще не проработана детально и даже не обсуждена официально с Узбекистаном. Однако в целом контуры такого проекта выглядят интересно. Как известно, из-за украинского конфликта за последние несколько месяцев доля российского газа на рынке Европы рухнула примерно с 40% до примерно 7%. Таким образом в России высвобождается колоссальный объем голубого топлива, часть которого могла бы быть направлена в Центральную Азию. При этом Казахстан и Узбекистан, конечно, производят природный газ самостоятельно. Однако в наших странах растут как темпы газификации населенных пунктов, так и численность населения. Соответственно, повышается спрос на товарный газ на внутреннем рынке и растет цена на газ. Поэтому дополнительные объемы газа нам бы не помешали как для удовлетворения внутреннего спроса, так и для исполнения экспортных контрактов, например, по продаже газа в Китай. Наконец на днях акционеры Каспийского трубопроводного консорциума объявили о завершении ремонтных работ и полноценном функционировании причальных устройств КТК. Напомним, что по этой трубе прокачивается порядка 80% всей экспортной нефти Казахстана. Другими словами, теперь ни штормовая погода, ни другие препятствия не должны мешать отгрузке казахстанской нефти по этому важнейшему трубопроводу, проходящему по территории России. И об этом было объявлено аккурат во время визита президента Токаева в Москву. Совпадение? Наверное. Но не будем ударяться в конспирологию и отметим, что ремонт – это дело небыстрое. И занимались им компании-акционеры довольно давно. В любом случае, известие о том, что устранены любые возможные предпосылки для проблем с перекачкой нефти по архиважному для казахстанской экономики трубопроводу, создали дополнительный позитивный фон для двусторонних переговоров на высшем уровне. А вслед за этим президент Токаев направился во Францию, где на повестке дня его визита вновь были те же важнейшие вопросы обеспечения благоприятных внешних условий для развития казахстанской экономики. Достаточно отметить подписанные в ходе этого визита многомиллионные соглашения с французской компанией «Альстом», одним из мировых лидеров в сфере железнодорожного транспорта, и с корпорацией «Тоталь», одним из ключевых игроков глобального рынка энергетики. Подробнее о французском воеже Касанжумарта Токаева расскажет моя коллега Алияса Сдыкова. Настоящая рандеву кризисов экономически, климатически, геополитика. Вызовов – максимум. Решений пока нет, но есть возможности, и об этом говорят, и с этим считаются. Новые вызовы приносят новые возможности. Трудные времена – как раз время для наведения мостов и развития партнерских отношений. Являясь сухопутным мостом между Европой и Азией, мы уже давно связываем их. Мы хотим объединиться с Францией и Европой в целом для продвижения наших общих экономических и политических интересов. За два дня подписано 35 соглашений, меморандумов и деклараций. С единственным своим стратегическим партнером в Центральной Азии, Франция планирует совместно развивать науку, образование, медицину, цифровизацию. В сфере промышленности успешно работающие в Казахстане французские компании обещают новые инвестиции и новые проекты. Так, железнодорожный гигант Альстом усиливает свое присутствие и обещает поднять казахстанское содержание в производстве электровозов почти до 40%. Для французских журналистов визит президента Тукаева в Париж носил по большей части характер экономический, если не сказать точнее энергетический. Несмотря на то, что принятые договоренности касались самых разных сфер образования, культуры и транспорта, стратегические точки — это обеспечение источниками энергии. Сегодня Казахстан для Франции является одним из самых крупных поставщиков урана и нефти. А в будущем наша страна может обеспечивать Францию такими нужными для зеленого водорода и новой экономики критическими минералами. Одно из самых обсуждаемых во французской прессе событий — решение энергетической компании «Тоталь» — продать Казахстану свой филиал в Мангестау. Французский инвестор новые проекты связывает с возобновляемой энергетикой, поэтому займется строительством в Казахстане крупнейшего в истории страны ветряного парка мощностью больше 1 гигаватта. Проект «Мирный» позволит обеспечить чистой электроэнергией около 1 миллиона человек. В ходе визита подписан ряд документов в сфере энергии «Мирного атома». Франция поможет Казахстану подготовить тысячу специалистов для собственной атомной отрасли. Международный центр ядерной энергетики выступает как некая входная дверь, потому что во Франции, к примеру, очень сложная система, и иностранному партнеру не всегда понятно, куда идти. Если, к примеру, нужны специалисты для всего, что касается переработки ядерных отходов или подготовки персонала для структур ядерной безопасности, это, конечно, разные компетенции. Мы можем организовать обучение, привлекая разных партнеров к этим работам. Если внимательно изучить перечень подписанных в Париже документов, можно увидеть практический план работы по декарбонизации казахстанской экономики. Французы, имеющие лучшую в мире экспертизу в сфере атомной энергетики, готовы делиться ценным опытом. Помощь в строительстве первой казахстанской атомной станции, управлении радиоактивными отходами. Договоренности касаются и развития зеленого водорода и критически важных редкоземельных минералов. Взамен Франция надеется на партнерство Казахстана в обеспечении собственной энергетической безопасности. Уходящий год показал, насколько это важно. Алиаса Сдыкова, Руслан Умержан, из Парижа, специально для программы «Мир». И пока Франция договаривается об энергетическом сотрудничестве с Казахстаном, она никак не может согласовать со своими партнерами по Европейскому Союзу потолок цен на российскую нефть. Различные страны Европы отстаивают то более жесткие, то более мягкие варианты ограничений. Однако пока прийти к консенсусу не могут. В целом Запад решительно настроен продолжать поддерживать Украину в конфликте с Россией. И это, безусловно, потребует дальнейших крупных расходов. На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила текущие финансовые потери Украины примерно в 600 миллиардов евро, часть из которых покрывают грантами и кредитами страны Европы и Америки. А ведь при этом они выделяют средства еще и на военную поддержку украинской армии. О текущем состоянии российско-украинского конфликта в следующем репортаже. СМИТ ОБСЕ. Сложная аббревиатура для непосвященных. Для тех, кто заинтересовался, Совет министров иностранных дел, стран-организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава внешнеполитического ведомства России впервые отсутствовал на этом мероприятии, так как Варшава отказала во въезде, сославшись на санкции Евросоюза. ОБСЕ остается по-прежнему нужной и эффективной организацией. Но сейчас ее возможности ограничены. Доверие сгорело. Поэтому так важно, чтобы все страны-члены восстановили его. На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ за Россию отвечала Беларусь. Ее представитель зачитал текст, подготовленный главой внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем, скоропостижно скончавшимся на прошлой неделе. Он призывал принимать мир во всем его многообразии и вести диалог. Как остановить пожар в Европе? Как остановить пожар в Европе? Многие считают, что нужно просто выявить виноватого, а затем демонизировать, изолировать и наказать его. И это краткое описание западного подхода к России и Беларуси. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отреагировала на это выступление, назвав простой путь потушить пожар в Европе. Она призвала Минск быть более принципиальным. Есть очень четкий способ остановить этот огонь сегодня, и это для России прекратить агрессию, а теперь еще и жестокие нападения на мирных жителей. И Беларусь не должна быть удобной площадкой для этой атаки. В это же время в Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, на которой они также обсуждали возможные пути завершения конфликта в Украине. Президент США заявил, что готов пойти на переговоры с Владимиром Путиным, если тот примет такое решение. При этом Байден отметил, что его контакты с российским лидером могут состояться исключительно при консультациях с НАТО и только в случае вывода войск. Послушайте, есть один способ закончить эту войну – рациональный путь. В первую очередь Путину надо выбраться из Украины, но, похоже, он не собирается этого делать. Он платит очень высокую цену. Я готов говорить с господином Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы искать путь к завершению войны. После поражения электроэнергетической инфраструктуры население и предприятия Украины обеспечиваются светом всего на 50% от потребности. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В украинских городах продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Железа Тагильдеева специально для программы «Мир». Как мы уже отмечали сегодня, нынешняя эпоха большого кризиса отмечена не только экономическими шоками, логистическими проблемами или межгосударственными конфликтами, но и внутренними потрясениями. Уже два с половиной месяца не утихают массовые протесты в Иране, вызванные гибелью молодой девушки Махсы Амини, в смерти которой обвиняют местную полицию нравов, уличившую ее в неправильном ношении хиджаба. По ряду оценок число погибших в ходе акций протеста достигло 450 человек. В стране продолжаются ожесточенные столкновения с правоохранительными органами, по всему миру проходят акции солидарности с протестующими. Обозреватели считают одной из причин того, что протесты до сих пор не подавлены, раскол в правящей верхушке Ирана. Как известно, это теократическое исламское государство, с которым весьма сильны позиции силовых структур и армии. И сейчас, как говорят аналитики, в стране обострилось противостояние между религиозными лидерами и силовиками, в частности, корпусом стражей исламской революции. Ситуацию усугубляют настойчивые слухи о проблемах со здоровьем у верховного лидера Ирана Аяталы Али Хаминеи. В любом случае, важно помнить, что Иран – это в первую очередь 85 миллионов крайне пассионарных и энергичных жителей, которые за последние годы неоднократно выходили на массовые акции протеста. Сейчас они вышли на улицы под общим лозунгом «Женщина, жизнь, свобода». И исход их противостояния с властями крайне трудно предсказать. О подробностях одного из крупнейших протестов со времен Исламской революции 1979 года расскажет моя коллега Айдана Карибжанова. Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами. Это открытый протест Фариды Мурадхани, племянницы духовного лидера и руководителя Ирана Аятолы Али Хаминеи. Еще год назад представить такое было сложно. Сегодня раскол в иранской элите уже реально, считают эксперты. Громкое заявление Фариды опубликовал ее брат Махмуд, проживающий во Франции. Девушку взяли под стражу еще до обнародования видео. Брат и сестра Мурадхани – дети Али Тихрани. Франции – священнослужителя с оппозиционными взглядами, умершего в октябре. Фланг Хаминеи – это часть людей, которые близки к власти или являются ей по тем скупым информационным сообщениям. Можно прийти к выводу, что внутри правящей группы назревает или уже произошел раскол. Это очень важный сигнал для протестующих и тех, кто следит за ситуацией в Иране. Массовые протесты в Иране продолжаются больше двух месяцев. Это крупнейшее противостояние народа со времен Исламской революции 79-го года. Смерть 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за неправильное ношение хиджаба – печальный символ этого протеста. Акции поддерживают молодежь, спортсмены, например, знаменитые иранские нападающие Али Даеи и публичные личности. В конце ноября под стражу взяли двух иранских актрис – Хингамех Гажиани и Катаюн Рияхи. Женщины появились в обществе без хиджаба, поддержав протест против полиции нравов и режима. За соблюдение прав женщин в Иране с сентября солидарно выступили тысячи людей – в Женеве, Стамбуле, Измире, Берлине, Лондоне, Азербайджане и десятки других стран. В самой Исламской Республике протесты сейчас жестко подавляются. По данным правозащитной организации «Иран Human Rights» за это время погибли больше 400 человек, включая несовершеннолетних. Власти же заявляют, что протестное движение организуют иностранные враги и агенты. Вы видели в этих недавних событиях, как силы ополчения пожертвовали своими жизнями для нейтрализации беспорядков в стране. Не дали уступить силе группы убийц, мятежников, неграмотных и порабощенных людей. Они пожертвовали собой, чтобы предотвратить жесткость других. В стране идут массовые задержания. В начале ноября иранские законодатели призвали судебную систему принять меры в отношении 14 тысяч человек, вышедших на антиправительственные марши. В Совете по правам человека ООН в очередной раз попросили иранские власти прислушаться к призывам и принять участие в процессе реформ. Айдана Кребжанова специально для программы «Мир». В последние дни массовые протесты полыхали и в другой стране – в Китае. На прошлой неделе мы говорили о начале этих акций, связанных в первую очередь с действующими по сей день в стране антиковидными ограничениями. А на днях масштабные демонстрации охватили целый ряд крупнейших городов, включая Шанхай, Нанкин, Ухань, Ченду и другие. Интересно, что своеобразным флешмобом для демонстрантов стал выход на улицы с пустыми белыми листами бумаги. И некоторые обозреватели даже стали называть эти акции революцией формата А4. При этом появились и неподтвержденные слухи о том, что в ряде китайских магазинов перестали продавать бумагу этого формата, чтобы помешать протестующим. Однако важнее отметить то, что на уходящей неделе власти Китая пошли на ослабление целого ряда карантинных ограничений, что привело к постепенному угасанию акций протеста. Текущая ситуация в Китае не могла не напомнить, пусть и в меньшем масштабе, о 1989-м году, когда власти были вынуждены пойти на силовой разгон демонстрантов, включая печально известные события на площади Тянянмэнь. Именно тогда заслужил общенациональную известность глава Шанхая по имени Тяняндзиминь, поскольку ему удалось решить вопрос с акциями протеста в своем городе, миром, без применения крайних мер. Позднее он стал лидером всего Китая, обеспечив стране эпоху длительного экономического роста и процветания. На уходящей неделе Тяняндзиминь скончался в возрасте 96 лет, однако фундамент развития, заложенный такими реформаторами, как он или Дэн Сяопин, продолжает обеспечивать Китаю глобальные лидерские позиции и в экономике, и в торговле, и в научно-технологическом прогрессе. При этом интересно, что в последние годы Поднебесная империя стала выбиваться на первые места в мире и в таком нелегком, ресурсозатратном и наукоемком деле, как космические технологии. О высоком полете современной космической программы Китая расскажет моя коллега Ботагостер Габаева. На днях в Китае произошло историческое событие. Впервые космонавты двух экипажей встретились на орбите. Шесть человек проведут пять дней вместе на космической станции. За это время команды осуществят прием-передачу основных работ на китайской платформе. Во время пребывания на орбите космическая станция имеет самую большую конфигурацию из трех модулей. Их эксплуатация и обслуживание — довольно большая рабочая нагрузка на космонавтов. Больше, чем у одномодульной или двухмодульной структуры. К началу ноября Китай завершил строительство собственной космической станции на земной орбите. На это ушло примерно полтора года. Трехмодульное строение состоит из основного корпуса и двух лабораторий. В целом, открытие Небесного дворца, именно так называется станция, стало одним из пунктов достижения амбициозной цели по превращению страны в крупную космическую державу к 2030 году. Активно исследуется и естественный спутник Земли. В 2019-м КНР приземлилась на обратной стороне Луны, а год спустя оттуда были доставлены образцы. Впервые с 1970-х годов. В ближайшие пять лет я надеюсь, что мы сможем получить образцы с обратной стороны Луны, Марса и астероидов, а также завершить строительство китайской лунной научно-исследовательской базы. В следующие 10 лет мы надеемся успешно закончить Международную лунную исследовательскую станцию, провести эксперименты по защите от астероидов и столкновение с ними. В ближайшие 15 лет, я думаю, мы должны начать подготовку к отправке людей на Марс, и мы должны оставить следы китайского народа на Луне. Как видно, китайское присутствие в космосе будет усилено и станет всесторонним. Это было отмечено в специальном документе, опубликованном в январе этого года. По словам специалиста, базу на поверхности Луны Поднебесная планируют открыть дистанционно уже в 2028 году. Возможно, питаться она будет от атомной энергии. А для отправки тайконавтов на Луну и Марс будут разработаны специальные ракеты-носители. В планах также исследование Солнца, других планет Солнечной системы и отправка зонда к ее краю. Китайская космическая станция — дом для всего человечества. Это слова первой женщины тайконавта в Китае Лю Ян. КНР продвигает международные взаимодействия в освоении космоса. К примеру, в прошлом году вместе с Россией пригласила другие страны участвовать в проекте Международной лунной космической станции. А совсем недавно Китай заявил, что страны-участницы инициативы «Один пояс, один путь» могут пользоваться данными спутниковых наблюдений и навигаций, а в будущем присоединиться к лунным и марсианским миссиям. Таким образом, Поднебесная стремится построить сообщество единой судьбы человечества и в открытом космосе. Патогост Сергобаева специально для программы «Мир из Китая». Такими были международные события уходящей недели. Увидимся с вами совсем скоро, уже через 7 дней. А пока я с вами прощаюсь. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok